Новый год красивый праздник, но иногда эту красоту портят сами люди. Ели в лесах Пузбасса вырубают браконьеры. Ежегодно департамент лесного комплекса проводит в Пузбассе операцию ели. Удается ли таким образом уберечь лесные красавицы, нам сегодня расскажет начальник отдела экспертизы Елена Геннадьевна Яковченко. Елена Геннадьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Первый вопрос о том, сколько же у нас сегодня в Кузбассе гектаров леса, так сказать, лесного хозяйства. На сегодняшний день в административном, так сказать, округе Кемеровской области насчитывается более 5,5 миллион гектар покрытой лесом площади. Елена Геннадьевна, а как удается охватить такую площадь, потому что площадь достаточно немаленькая. Как уследить за всеми местами, где у нас есть браконьеры, где вырубаются леса? Ну, как бы мы эти места уже ежегодно, они у нас традиционно, эти места вырубаются, и навещаются нелегалами, значит, черными лесорубами, так называемыми. Это места вокруг городов, места зеленых зон, значит, вокруг зон поселений, значит, и как раз все внимание у нас брошено как раз на эти места. То есть браконьеры, они куда-то далеко вглубь леса не идут, да, в тайгу, они вот практически в городе вырубают, правильно? Да, несмотря на то, что как бы этот год нас балует и погодой, и малоснежием, так скажем, все-таки они далеко не идут. А какие-то конкретные случаи можете рассказать, да, как вы практически, может быть, за руку поймали, не поймали браконьеров? Да, вот Яшкинский, Беловский, Кемеровский районы отличились тем, что были найдены нелегальные склады незаконно срубленной новогодней ели, елька конфискована, изъята, и вот не удалось, к сожалению, обнаружить незаконных браконьеров. А нельзя ли там поставить какую-то охрану, я не знаю, как-то защитить, сделать так, чтобы все-таки там не вырубались вот эти вот места? Возможно что-то как-то предвидеть это? Естественно, то есть выставляются патрули, тут операция сравнима только, наверное, с пожароопасным периодом в нашей работе, когда активизируются просто все силы территориальных отделов и департамента лесного комплекса. И сколько людей удалось задержать, да, таким образом, и не дать вырубить, спасти все-таки лес? Ну, выявлено... Есть ощутимые результаты? Да, по сравнению с 2010 годом, ощутимые результаты, практически все показатели по выявляемости, раскрываемости выросли порядка 20% на 20%. Выявлено лесонарушение вот в 2011 году 17, значит, незаконно срублено 679 деревьев, и ущерб составил 283,5 тысяч рублей. А в прошлом году? Ну, а в прошлом году на 20% ниже все показатели. То есть вырубали больше деревьев, правильно? Да, совершенно верно. А что касается штрафных санкций, вообще боятся ли сегодня люди идти в лес, да, вырубать ель? Ну, лес – это дело настолько тонкое, что вот только поймав за руку, так скажем, да, человека в лесу, можно доказать, что это он срубил данное дерево. На сегодняшний день пойманный в лесу гражданин за незаконную срубленную елку заплатит штраф, но помимо этого он еще возместит ущерб. В среднем где-то штраф будет составлять 700 рублей. За одну ель? Да, это в эксплуатационных лесах. А если, значит, ель срублена в лесах зеленых зон, либо особо защитном участке, то штраф составит более 2 тысяч рублей. За одну, да? За одну. Сегодня на улицах, да, мы часто видим, что продают елки, очень много елочных базаров. Как доказать, что это все законная торговля, что это не браконьеры эти люди? Прежде чем оформить торговую точку со всеми надлежащими документами, с пакетом документов, предприниматель приходит в департамент лесного комплекса за согласование. Поэтому каждая точка у нас на счету, так скажем. Допустим, если я вырубаю елку, я могу пойти на рынок и продать ее? Если вы являетесь предпринимателем, на законных основаниях ведете заготовку новогодней ели, то, конечно, да. На сегодняшний день таких торговых точек в Кемеровской области 192. А кто-то проверяет, что кто-то законно, незаконно идет торговля этими елками? Естественно, то есть в рамках таких операций, как операция Ель 2011, в рамках межведомственного взаимодействия с органами ГУВД совместно мы как раз выезжаем на такие рейды. А были ли случаи, что продавали елки, а продавали незаконно их? Таких случаев на сегодняшний день не выявлено. То есть вся торговля, которая осуществляется сегодня на территории области, она законно ведется, правильно? Правильно. А вот если сравнивать, да, может быть, с другими странами, где также такие же леса красивые, масштабные, да, как у нас в Кузбассе, насколько масштабно у нас вырубается ель к новогодним праздникам? Ну, для сравнения можно взять, вот, мы находимся практически на одной географической широте, вот, в Финляндии, значит, и ежегодно у них к Новому году вырубается порядка миллиона штук новогодних елей. А вот, ну, если сравнивать нашу небольшую область, как раз, может быть, по масштабам, да, у нас 30 тысяч новогодних елей. К Новому году, да? К Новому году. Я думаю, что люди становятся год от года более сознательными, то есть более бережно относятся к природе и, так скажем, не удовлетворяют свои вот эти вот однодневные потребности за счет красоты природы. А что касается вообще у нас, заинтересованы ли люди, заинтересованы ли бизнес сегодня в продаже, да, елок, какие-то, может быть, у нас продаются участки специально под посадку этих деревьев, да, то есть насколько люди заинтересованы в том, чтобы выращивать, а потом продавать? Ну, вот, как показатель, это как раз вот снижение активности покупателей на наших открытых аукционах. То есть не все единицы, не все лоты были проданы. И на сегодняшний день вот обычный обыватель, да, он делает выбор все-таки в сторону искусственной ели. И мы направляем свою деятельность на то, чтобы все-таки снижать процент вот живой ели в наших домах вот для празднования Нового года. А вы сами дома у себя какую елку ставите, искусственную или настоящую? Как у вас дома принято? Ну, на сегодняшний день дети выросли, и поэтому ближе к искусственной. Вот в этом году искусственная ель. Новый год – праздник мимолетный. Елки вам хватит, разве что на пару недель. Стоит ли ради этого губить дерево? А может, лучше подумать и сохранить ей жизнь? Ведь в лесу ель простоит сотню лет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова